всем привет костелло здесь и сегодняшнюю реакцию на чака ревью на мультики sony animation мы с вами начнем с не очень совсем приятные новости ну точнее можно начать конечно с хорошей новости дело в том что я недавно перезалил на канал 2 обзора по праймал потому что они находились под авторским правом под жалобой на нарушение авторских прав я их перезалил и даже об этом вначале сказанул но несмотря на это несмотря на то что сейчас на моем канале практически нет контента который так или иначе связан с авторским правом монетизация не возвращается по-прежнему висит вот этот плашка и честно говоря я не знаю абсолютно что мне сейчас делать то есть куда обращаться какую партнерку заводите если от сенс теперь не работает работают ли другие партнерки несмотря на youtube скорее всего нет потому что так или иначе абсолютно все партнерки связаны с ютубом и если появляется такая вот хрень то естественно ни одна партнерка не работает я уже куда не обращался я не знаю что мне делать абсолютно не знаю поэтому я сейчас обращаюсь к вам к подписчикам если вы знаете какой-то выход из вот этой ситуации как вот это вот можно убрать как восстановить монетизацию на канале то пишите в комментариях хотя я не знаю как вы сможете это исправить потому что понимаете с чего все началось началось все с вот этого вот началось все с вот этого вот из того что я совершил самую роковую ошибку которая повлияла на мой канал полностью я не обжаловал вот это вот все дело и нажал на кнопку действия и потом там не написали там то что нужно подождать где-то три месяца и так далее три месяца прошло и ничего знаете почему потому что я в этот момент лежал в больнице вот так вот у меня звезды неправильно сошлись что все очень печально то есть я не знаю как мне восстановить сейчас монетизацию на канал поэтому если кто знает пишите в комментариях обзванивайте кого угодно там я не знаю что в общем мне нужна ваша помощь подписчики я не знаю что мне делать вообще не знаю вот просто у меня опустились руки я официально являюсь цифровым бомжом на ю тубе официально потому что я вообще сейчас на что не зарабатываю у меня на канале ни одно видео не набирает дохода ни одно ни одно вот как начиная с июня месяца у меня ни одно видео не набирает дохода ни одно несмотря на вот такие просмотры вот такие просмотры ничего то есть я это создаю чисто для подписчиков все то есть даже если я наберу 100 тысяч подписчиков у меня монетизация на канале не появится все равно если конечно youtube у ютуба не будет в какой-то день хорошего настроения и он вернет мне собственно эту саму монетизацию я конечно вот от раз попробовал отправить отзыв но почему-то мне кажется что ничего не получится то есть как бы я бы не старался я как я уже сказал официальный youtube бомж не тот который сабракадабра а настоящий у которого контент который доход не приносит то есть мне придется заводить еще один youtube канал видимо либо как-то вот совмещает звезды на моем другом канале в котором я перезаливаю ролики с авторским правом либо что-то делать вот этим канал который я практически удалил сразу потому что это была плохая идея я не я не знаю что мне делать я официально цифровой бомж youtube все это мой это мой статус причем официальный то есть пока вот купленов пока чак все зарабатывают и живут счастливо я тем временем собираю давлю муравьев у себя в квартире и видим это будет всегда пока не произойдет какого-нибудь чудо что мне восстановят вот так вот внезапно по щелчку пальца как его зовут авторская не авторская права монетизацию на канале вот внезапно возьмет смилуется надо мной youtube и все но видимо получается навсегда и я я не знаю я правда не знаю что мне делать я не знаю не знаю что мне делать поэтому мне реально нужна ваша помощь все потому что надеяться больше не на кого вообще а теперь давайте посмотрим sony animation все о хитах на превьюшке было ловила в лови волну сезон охоты облачно возможно осадки виде фрикадерик все это я видел но давайте одних о всех вспомним не совсем удачная судьба кстати сложилась у sony animation скажем скажу я вам так как впрочем и со всеми анимационными кампаниями которые вроде бы начинают хорошо а вот дальше удержаться довольно трудно а я ведь помню этот логотип кстати говоря особенно когда буквы бегали интервью с главой sony pictures animation господин толстяк у вас так долго не получалось создать прибыльную мультипликационную студию как вы стали таким успешным и богатым смурфики мой дорогой надо делать больше смурфиков и монстров на каникулах конечно в этом деле есть такое быть веселым и хитрым стратегом конечно же нужно вдохновение и меня на это вдохновила rpg игра королей кассел кассел отныне я лорд средневекового королевства я поигрывал в хассел кассел не очень быстро но уже начал надоедать своей однообразностью аля fallout shelter то есть не очень мне нравятся такие игры дать собственно перейдем к прикольно прикольно смурфик джим и вы смит из aladdin а нашим разделочном столе находится наверное главная мультипликационная студия неудачник sony pictures animation ну чего в их послужном списке полно как и выдающихся работ так и коммерциализированного непотребствия ну а начинаем мы по классике сначала нулевых давай до 2002 года всей анимационной работой в sony занималась подразделение sony pictures image works изредка перебиваясь отрисовкой отдельных сцен для таких фильмов как судья дредд анаконда звездный десант годзилла и прочее звездный десант смотрел и годзиллу приносила компания с 8 год поэтому в 2001 году sony решила продать подразделение но покупатель так и не нашелся но в тот же момент происходит событие которая полностью поменяла планы компании в 2001 студия dreamworks они мечты с еще тот который богемской абсодии был фредди мэркури а в новой части джеймса бонда главный злодей он выпускать шрека чей кассовый успех просто поразил руководство sony а вышедший в 2002 году стюарт little 2 и вовсе добил ее своим шикарным на тот момент cg поэтому начальство компании быстренько провело реорганизацию и 9 мая 2002 года из sony pictures image works отпочковалась отдельная студия sony pictures animation пробовали делать даже несколько тестовых короткометражек которые не представляют из себя ничего особенного по замыслу боссов студия должна была вкатиться в анимационный бизнес заткнуть за поиск конкурентов и принести бешеную прибыль однако старт получился очень прикольная тестов анимации заваривайте свой чай с булками приятного просмотра надеюсь будет интересно чем-то напомнили даже современные которые на соцфильм мейкере и интересно делают ли анимации на unity скорее всего нет сразу хочу ребят извиниться за такое длинное вступление потому что накипела накипела я и накипела и я в отчаянии нахожусь у меня просто под интернет депресс депресс депрессия давайте пресняк скажем так ей богу я я в шоке просто что-то вот хотел сказать забыл уже чё хотел сказать ей богу поехали сезон охоты вышел аж в 2006 году хотя производство запустили еще в мае 2002 я тот человек который видел две части сезона охоты на 9 и не так давно посмотрел третью часть которая вышла таким довольно таки давно и честно сказать меня зацепили только две части начиная с 3 уже сезон охоты становится каким-то не таким есть еще правда хэллоуинский спешл но хэллоуинский спешл я не видел то время студии исполнялся месяц и ее руководство жаждало поскорее начать работу над первым крупным проект дать буду честен перед вами вторая часть вам лав первая часть она ну зашла но так 50 на 50 к счастью для них у карикатуриста стива мура раз было предложение кстати мур прославился благодаря комиксу на трибу его печатают почти две сотни крупнейших газет по всему миру и все сюжеты комиксов строится на одном вопросе а что если однажды он придумал идею а что этому вопросу посвящен целый анимацион а целый анимационный сериал от marvel если крупное домашненное животное вдруг окажется на поле и ему придется жить самостоятельно и это будет совсем не просто если раньше еда была на блюдечке а теперь ее придется добывать самому быстренько накидав черновой сценарий он показал вариант сезона охоты студии качестве режиссера дебютантки выступала джилл калп до этого она 8 лет была концептуальным художником пикса за это время она успела поработать над корпорацией монстров приключением флика и первыми двумя частями истории игрушек а сам роджер аллерс он отметился в мультфильме король лев который раз и навсегда изменил мир шедевр сценаристов сезона охоты было и вовсе трое над маудин стив бенчу и рон фрид ранее они работали над сценариями фильмом братья с медвежонок и цыпленок а выделили нравится и то и то на все это дело 85 но опять же у баса медвежонка мне нравится вторая часть чем первая пионов долларов на озвучку тоже пригласили не оба кого а мартина лоуренса эштона качера били конноли и даже джона фавро кстати у нас озвучивает сам федор бандерчук знаю что михаил боярский да очень странная роль для боярского но горланит он довольно мир за дать и хотели подходит и графический стиль художника эйвенда эрбса вместе с пластичной анимацией так чтобы герои могли сжиматься и растягиваться как старых мультфильмах 40 поэтому команде аниматоров и sony пришлось разрабатывать специальный инструмент формирователи где на одной руке могло быть не три точки сгиба от целых восемь это позволяло без характерных заломов и разрывов плавно растягивать 3d модели главных героев сохраняя их объем но какой бы ни была графика сюжет все же важнее но тут он вышел максимально простым если не банально надо дать должное создать медведь у них получился очень милым и очаровательным недотек есть даже подозрение что этот образ чуть позже умыкнули в машу и медведь не сказал бы почему-то какой-то химия между этими героями не сложилось вышло что-то вроде токсичных созависимых от но тем не менее давайте будем честны сцена в магазине под его на луз control топ это здешняя химия между этими двумя вызывает много вопросов да и на самом деле мульт получился очень средним и пресс сейчас бы он вообще потерялся среди вереницы похожих продуктов во первых но опять же повторюсь мне вторая часть больше понравилась чем первая на самом деле он клишированный до нельца милый домосед медведь попадает в естественную для его вида среду но поскольку бук ручной и домашний то он начинает страдать на этом и строится комедия такое уже было много где даже в пресловутом смывайся от dreamworks а во-вторых хоть создательной удалось сделать 3d анимацию по 2d канон но все же назвать ее зрелищный язык не поворачивается в третьих по-настоящему смешных шуток было не так много как говорится первый блин комом и ясно мне очень нравится финальный мир с охотниками но несмотря на все недостатки и неоднозначные отзывы критиков он все же собрал чуть больше двухсот миллионов долларов при бюджете 85 неплохо но не фонда для сравнения тот же самый madagascar вышедший годом ранее собрал 550 миллионов долларов при бюджете в 75 тем не менее с мадагаскаром ровно та же ситуация что с братцами движонкам из сезона охоты вторая часть нравится больше так сейчас я тут с дверью кочу сделаю им продолжим продолжим они остались довольно результат ты настолько что студию даже не закрыл посему они готовились к следующему проект давай дом монстр изначально в 2003 это суперски офигенный ужастик анимационный году этим произведением занималась студия dreamworks animation на место режиссера поставили еще никому неизвестного выпускника калифорнийского университета гилла канона его выпускная работа шаворонки так понравилось боссом что студента просто пригласили на проект но уже в 2004 ничего серебро кс отказались от проекта были фуриами но только стал мейнстримом а с унипикчерс его радостно подобрали продюсировали этот фильм стивен спилберг и роберт земекис по сути это было первое и последнее сотрудничество sony со студии земекиса image more писать сценарий позвали известного писать одну так же секунду ребзя надо отойти продолжим но из создателя река и морти дэна хармана вместе с его давним другом пробу чё трудничество sony со студии земекиса image more писать сценарий позвали известного писать одного из создателя река и морти дэна хармана на другом пробу шрам но работу за них завершила совсем другая сценаристка помыла пэтт итоге такой чехарды не могли не сказаться на сюжете мульт выглядит довольно крипово после начальника с тобой беззубой девочкой уже хочется бежать куда подальше дальше мы видим как дом выходит из-под контроля и начинает поедать все подряд мульт вышел настолько мрачным что и не прям все подряд прозвище друга главного героя заглотишь если у вас есть такой же ты писаешь в бутылке отмечайте его в комментариях и ставьте лайки милоты фильму не добавляла и любимая технология земекиса motion capture создатели дома монстров решили использовать ее наполовину захватив только движение актеров а тела лица героев отрисовывались отдельно ты видишь реально казалось наоборот телу с очень полигональными и одутловатыми лицами по итогу смотреть мультфильм становится физически неприятно из не знал в офигенном оборот надо отдать должное создателям ужасный дом у них вышел ужасно он выглядит по-настоящему живи еще ужаснее когда узнаешь кто этот дом констанция вы понимаете вы им что пугает как говорили сами художники дом был одним из сложнейших персонажей за всю их работу потому что им пришлось визуализировать движение каждой части дома естественным образом вплоть до таких мелочей как отлетающие со стен доски и штукатурка по сюжету всех детей и подростков в округе терроризирует мистер небер брякер он отпугивает случайных гостей от дома и забирать все вещи которые попадают к нему на лужайку у заглотыша опять же не случайно счастье мяч папа как я уже сказал констанция этого двор к мистеру небер брякеру и главный герой диджей отобрать чем доводит старика до страшной конусь дом остается без присмотра и начинает звереть от самого мультфильма прям бит духом фильмов про подростков из 80-х и 90-х секунду да кстати чем-то напоминает она ей богу так давайте продолжим сейчас скажу ребят страны предъяву но все же мощи на это приятно не обращать внимание короче разница конечно воно в том что там клоун а здесь нечто большее чем клоун и это круто на самом деле и главных героев здесь трое они пятеро то есть здесь двое мальчиков они четверо но и одна девочка одна девочка главные герои по стилю передают теплый привет инопланетянина того же стивена спилберга если бы этот фильм вышел в девяностых в обрамлении художественной картины том бы точно мог стать культовым кстати во время финальных титров он культовый вообще-то говоря он культовый но к сожалению недооцененный и да сцена после титров есть но она особо ничего такого не вносит можно увидеть как все проглоченные домом люди оживают это не просто хорош в том числе и бойфренд сестры главного героя и сюжетный ход на эту хитрость создатели пошли специально чтобы американская киноассоциация присвоила фильму рейтинг биджи в конце концов дом монстр зашел довольно средненько собрал всего лишь 140 миллионов недооцененная классика именно поэтому сони помахали ручкой студии зимекиса хотя мульт получил номинацию на оскар категории лучший анимационный фильм это офигенный спустя несколько лет после выхода дома монстра дэн харман получил гневное письмо от семилетнего мальчика которому мульт не понравился харман не проигнорировал малолетнего хейтера а написал письмо в ответ где объяснил что не за не хейтер я бы его назвал просто критик потому что к любому мнению надо относиться спокойно я считаю начал сценарий а концовку за него и вовсе дописали другие люди и закончил письмо тем что назвал стивена спилберга и режиссера гила киннона идиотами перед нами был проект сильно подыграл мальчику но которому я к сожалению скажу мэйби потому что это зря я бы сказал ес момент когда анимат медика понравился хорошую идею но создатели поняли свою ошибку и осознали в каком направлении нужно двигаться дальше ничего ошибочного в доме монстров нет просто недооценили underrated говорится лови волну по сути это 2 полометра такой себе мутик честно я вам скажу он мне понравился но если смотреть на предыдущий проект на дом монстров не зацепил даже даже несмотря на русский дубляж от тимати внезапно главный герой и павел в роли воли вот это вот господи это конечно сейчас прозвучит как оскорбление петуха тражный фильм sony pictures animation вышедший в 2007 не зацепил или самое интересное существует сиквел половивал полови волну который я ни разу не видел и не хочу потому что более чем уверен что сика полное говно с 2002 его снимали в первую очередь как пародию на документалки о серфинге типа бесконечного лета документалка кстати прикольная и у них получился очень забавный и смешной мультфильм в стиле макьюментери чем он меня свое время и зацепил идея мультфильма пришла в голову двум режиссерам проекта я кстати даже когда первый раз смотрел даже этого не замечал шубранану и крису баку эш принимал участие в создании истории игрушек а крис руководил созданием тарзана хитрость этой парочки привнести элемент макьюментери в обычный мультфильм сыграла очень хорошо благодаря ей изъезженный до нельзя сюжет заиграл новыми красками чтобы добиться эффекта документалки систему захвата движения установили на старую видеокамеру соль поэтому у зрителей возникает впечатление что все на самом деле снято на портатив есть такое очень живым этим некоторых момент как будто снято знаете оля клаверфилд то бишь монстра сникала расфокусировка и дрожание камер кстати о сюжете пингвин коди мэверик мечтать попасть на пингвины чемпионат по серфин внезапно на его остров жалуют серфингисты поэтому наш пингвин сразу же едет именно с ревновать в пути узнакомиться с новыми друзьями вот это павел воля знакомьтесь первую любовь и становится человеком вроде бы избита донецк но стоит добавить в него нестандартную манеру главный злодей такой сейчас мы разучаем отличное обращение вы когда-нибудь видели интервью с морским ежом по имени его да кстати прикольно петуха начали верить или нет но у детства я в голос ржал со сцены где коди попал на морского ежа и большой зис сыт ему на рану уринотерапия моча мои вкусы были довольно специфичны смешно такими приколами не дисней ни пиксар похвастаться не могли а здесь создатели отожгли и выжили прикольную комедию более того комедию красив картинка вышла максимально сочный но не ворвиглаз образы главных героев получились максимально запоминающимися а рендер волк пляжи и джунглей поражает уровень да есть такое то есть мульт получился чертовски красивым прикольный час после себя оставляет приятный вайп я скажу ему есть отдельно хочу выделить одноименную видеоигру это были супер приятные гоночки грудные галдадыр на своей пи спи в ней можно тем более пи спи из 13 персонажей фильма красить доски и крутить трюки во время езды а есть на пока по моему даже но увы и в этот раз спи кстати сейчас хотят вернуть сразу тебе говорю поэтому скучать долго тебе не придется чувак слава прошла проект sony стран несмотря на очень широкую рекламную кампанию купе с положительными отзывами зрителей и хвалебными речами критиков чудо не произошло при бюджете 80 набирает опять же пересобрал всего лишь 149 и это очень грустно скорее всего меня тоже не зацепило дать мода на мультярчик поэтому потому что в те года уже успели выйти такие проекты как птица 2 путешествие на край света делай ноги и мадагаскар я вот сейчас вот в голове у себя проигрывал вспомнит ли он про делай ноги вспомнит ли он про делай ноги давай еще раз такие проекты как птицы 2 путешествие на край света птицы 2 я по моему в каком-то 9 видео но сейчас я о нем вообще не вспомню ей богу я по моему помню только то что это какой-то ну полудокументальный фильм в котором на живых пингвинов ставили просто озвучку людей все то есть с одной стороны быть как ленивая идея но с другой создать из простой съемки пингвинов какой-никакой сюжет почему бы собственно нет делай ноги это просто love просто полный total love я вам скажу ребят потому что я обожаю я обожаю этот пол мультики вам сразу сговорю потому что здесь задействованы живые люди вторая часть она меня не очень зацепила честно вам скажу несмотря на обилие тоже довольно таки известных песен то есть прикольно очень слышать от пингвинов перепевки известных песен типа r вы not fire queen там в начале там вообще элвис в общем надеюсь когда-нибудь он сделает обзор или я сделаю обзор потому что это мое детство обожаю чего ну ну залагать решил ты серьезно отделай ноги и мадагаскар так что очередного мадагаскар минул смотрелся уже далеко не свежо видимо сони очень устаю люблю уважаемую фильма посему на следующем проекте они решили отвести чувак я тебя прошу вспомни когда-нибудь проделать ноги вспомни и я тебя поддержу обзором правда я заикался об одном обзоре так что пока что подождет сезон охоты 2 существование как я уже говорил в начале обзора сезон охоты 2 я люблю больше чем первую часть и не только за сюжет и новых персонажей но и ладно я это потом скажу фильмы довольно если вспомню посудите сами дела у sony pictures идут не очень на тот момент их самый как мне мне понравился вот еле-еле наскреб 200 миллионов долларов не очень и сонь почему-то решает сделать сиквел но очень плохого качества и сразу на дивиди зачем видимо компания решила собрать хоть сколько-нибудь денег по инерции хотя в россии все же фильм отправился в широкий прокат и даже снова пригласили на дубляж федора бондарчука графиков и на третью часть снова бондарчука пригласили на заряжать пифон ой телефон телефон да еще за зарядим а нудук ли стало намного хуже настолько что даже тень у разных персонажей одной и той же сцене смотрят в разные стороны никакой философии леальности двойных смыслов тут нет речи черт у меня за у меня за у меня зависла запись спокойно так подожди 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 я сейчас начало сделаю остановить потому что я очень сильно испугался типа вдруг вдруг у меня одновременно остановлю так секунду так вот так потому что если вдруг у меня тоже остановится запись как и у него потому что что-то яхоза почему так произошло возможно просто потому что я подключил зарядник и поэтому все и зависло на какой-то момент запризилась намного хуже настолько что даже тень у разных персонажей одну и той же сцене смотрят в разные стороны поляру и философии оригинальности зато главный главный враг путель это это прикольно и смешно в иных смыслах тут нет речи бук не испытывает никаких моральных терзаний или скуки по домашней холостяской жизни сюжете на плюс еще дали больше экрана и экрана во времени сосиски чисто отсутствует драма есть только два конфликта эллиот и же цель никак не могут понять любят ли они друг друга или нет ну и вся компания спасает мистер если кстати присмотрятся шизе чем-то напоминает мэри джейн из человеку паука и богу уйни от банды поехавших домашних животных концовка так вообще улет спойлер бук и лед вместе с друзьями побеждают врагов и начинают с ними дружить а мистер сосисечка испытав мощнейший прилив стокгольтского синдрома возвращается к своим хозяев мораль фильма судя по всему такова всегда возвращайся к обьюзеру того что сюжет мягко говоря слабоват тыкащи шишки обстояли сомнительно в общем сони выпустив этот продукт пошли по очень скользкой дорожке которая могла завести их в могилу потому что мне понравилось студия не прославилась тем что делала мультфильмы категории б сразу на дивиди поэтому я скажу мэйби как серия стендли сколько лет господи это помню длинного мультсериала сойдет но стоит заметить что dvd сборы были весьма достойными даже начали работать над триквелом а тем временем основной да триквел получился мягко говоря не очень я его не так давно смотрел настоящему любопытным проектом про че про четвертую часть я лучше промолчу потому что во первых я его не видела во вторых я более чем уверен очень мягко говоря ребят удачно вышел я на рекламную паузу потому что не знаю насколько его можно называть недооцененным но тем не менее анимационный пушной это конечно топ потому что все мы в детстве любили его галилео и мы получили собственно мультик по галилео почти что имеется ввиду что главного героя флинта озвучивает александр пушной облачно возможно осадки виде фрикаделек облачно возможно осадки виде фрикаделек за сценарий и режиссура этого фильма отвечали фил лорд и крис миль офигенно я обожаю работы этого дуэт довольно любопытный сюжет о погодных условиях в виде еды от мачо-батана до лего фильма но в начале нулевых о них еще мало кто знал однако если же пора известны среди кинокомьюнити потому что ребята успешно поработали с известным сценаристом актером биллом лоуренсом над ситкомами клиника и как я встретил вашу маму поэтому в 2003 году когда лорд клиника скутеры и миллер пришли к сони с предложением сделать мультфильм по коротенькой детской книжки джуди ирона барритов то компания дала им зеленый свет тем более что права на экранизацию книги уже были куплены но дальше предстояли долгие пять лет работы над сценарий через год от начала проекта 2004 фила и криса уволили из-за проблем сюжетом и заменили новыми сценаристами которых через год тоже уволили и уже в 2006 году лорда и миллера снова вернули но их опять чуть не поперли когда уже законченный сценарий раскритиковала глава субпикчерс эми паскаль снова пришлось переделывать и выходить за формат ситкомовского повествовать работа над сценарием было очень сложно потому что дэту пришлось создать всю историю с нуля из книги они взяли только главный концепт того что еда падает с небес по сюжету странный ученый флинт локвуд всю жизнь хотел изобрести что-то полезное но ничего не получал все над ними смеются отец и вовсе его не понимает хочет чтобы самая до времени работала в рыбном магазине но на зло папе флинт решает создать машину превращающий воздух еду главного героя боготворят номер города решает использовать это изобретение в своих целях в результате который потом в конце и на протяжении второй части я потому что вторую часть тоже смотрел где live evil он будет короче этим как его зовут памперсы рекламировать или вроде того короче он будет полностью голый только в подгузнике потому что сейчас в какой-то момент хотел сказать что он проеденется в костюм курицы такой думаю господи чё ты несешь город накрывает катастрофа сам же мультфильм получился кислотный ярким и необычным анимация вышла пышная количество смешных шуток приносило всевозможные ожидания по факту у создателей получилось абсурдная комедия особенно приколы с шерифом который отец одного из пацанов строфи как с неба стали падать бургеры хот-доги и блины а торнадо и спагетти грозил уничтожить все живое поэтому персонажи вышли хоть и карикатурными но обаятельно многие кадры из мультфильма разлетелись на мемы тут нет каких-то притянутых за уши конфликтов или особенно шерифа тот чернокожий который бежит нелогичного развития событий при этом мультфильма есть мораль не верьте политикам не переедайте ограничьте потребление ресурсов мало иначе миру капец фильм очень хорошо визуально передает этот посыл я серьезно читал некоторые статьи и я бы даже сказал бы здесь еще можно дать посыл что не спорьте с законами природы то есть если дождь приписан земле значит он нужен не на не надо и не надо играть за законами природы земными имеется ввиду так вот я могу даже сказать иначе вот к чему все в итоге приведет тензи где зрители оставьте покуду в покое не приведи еды после просмотра мультфильм да и в целом местами фильмы есть очень криповые моменты например жареные курицы в пещере правда хмин все же оставляет много вопросов например и повым я знаю другой киповый момент когда у это вот находится в самом финале когда начинают разными голосами вот этот аппарат который создал flint и который производит еду вместо погоды он начинает говорить разными голосами то высокими то низкими вот это был крипово что теперь делать со всей оставшейся едой куда ее утилизировать и страшно представить какое у них там зловоние с перемешанных продукт в общем это все не слишком аппетитно ну и черт с ним мне все равно есть захотелось так что я скажу мультфильму ес это милый яркий и запоминающийся проект который сейчас смотрится очень даже неплохо да еще это самый кассовый мультфильм сони на тот момент 100 миллионов долларов мульт собирать 243 для студии это был новый рекорд хоть и по общим меркам довольно скромный из-за база титов у нас ждал очередной ленивый мультфильм что ж такое интересно конечно как он не утомил при таком весе сезон охоты 3 как я уже говорил всегда вот отсюда начинаются проблемы честно я вам скажу потому что сезон охоты 3 мне не понравился 2010 год а я его посмотрел по моему два года назад потому что я его хотел посмотреть на 9 9 я не купил потом про него я на долгие годы забыл и и в какой-то момент просто у меня в мозгу щелкнуло а дайка его посмотрю потому что я в какой-то момент заметил что так вышел холынский спешил полу по сезону охоты то есть почему вас мой не вспомнить третью часть и это выглядит как я уже говорил не очень хорошо продался поэтому сони решили выжать из франшизы все соки приквел стал еще более корявым и еще более дешевым и снова на 9 судя по качеству его клепали прямо в гараже на охране детройта в коротких перерывах между варкой запрещенных веществ не сказал бы в ряде других стран казахстан мексика турция ливан он почему-то очутился в большом бракать на озвучке вновь оказался бандарчук надеюсь это не пытается этот раз получился а мне кажется наоборот сам кайфовал своей роли у элли это появились дети поэтому бук чувствует себя одинок привет ледниковый период он и тупится на цирк и отправляется туда но только не надо сравнивать с ледникового периода потому что ледниковый период 3 наоборот топ а вот с мадагаскаром 3 да тут я согласен до гаскар 3 мне тоже не очень понравился но тем не менее он смотрибелен мадагаскар 3 там он находит идентичного медведя и они меняются ролями привет 2 разумеется бук по кайфу и цирке на гаффилд 2 подружку но также он поймет ценность которой принцы нищий леса и друзей а потом все снова вернется на круги свои трикил получился супер незрачным состоит из миллиона клише как огромное лоскутное одеяло смешных шуток нет совсем графика стала еще хуже сайт с обзорами на 9 9 радик писал о мультфильме это скучные предсказуемые иллюстрирует все то неправильно что и но лично про предсказуемая бы не сказал а то что скучно и есть такое уже них высокобюджетных фильмов выходящих сразу на день но тот же самый дисней выпускает 9 сиквела имея богатое культурное наследие оригинал а у sony это наследие было мягко говоря не и та же самая ситуация кстати с димоном и пумбой мне дико не понравился этот триквел который на самом деле не является 3к он является мид крилом бандан поэтому третья часть этого мультфильма получилось заурядный и дешевый билибертой я скажу но фигня сразу же были вновь неплохими да и 5 миллионов долларов собранных той же россии подбодрили создатель поэтому с ними мы еще потому что все любили знаете ли сезон охоты все фанатели от него в том числе и я до поры до времени встретимся когда-нибудь следующий раз после очередного сезона охоты sony решили взяться за по-настоящему крупный проект но видимо это было сделано только для того чтобы набить свои животы дай-ка угадаю смурфики да давайте немножко по смурфикам мне очень сильно нравился мультсериал который транслировали и на биби гони по моему если не ошибаюсь и на карусели мне он дико нравился нравились все сезоны все спешил и по моему были несколько раз даже были спешил и про рождество если я не ошибаюсь в общем по смурфикам я в детстве фанател когда узнал что будет фильм я обрадовался когда его получил я обрадовался но очень-очень-очень-очень очень-очень шатко потому что с одной стороны интересно смотреть на а лайф-экшен адаптацию но с другой стороны это было мягко говоря не очень то есть смотреть на местного гаргамеля как-то не али то есть я привык к анимационному гаргамелю и конце амоционом азраэлю ей-богу большинство известных франшиз смурфы изначально появились комикс их нарисовал бельгийский художник пьё на лапенка похож кстати он их придумал благодаря грибам однажды он поехал в лес где его машин сломалась пьё ждал кого-нибудь решил прогуляться по дороге он увидел большие грибы и сразу же придумал гномов живущих распробовал как следует обязана тому что пьер просто перепутал краски в бельгии появился мультфильм смурфики и волшебная плейта который даже добрался до сша и завоевал я видел планометаж курицу американская ташка нормально 8 не шедевр но нормально 89 года снимала свой собственный сериал пасмурф причем ярны были не только в сериале игрушки на данный момент по всему миру продано более здесь почти сезонами коллекционных фигур а лайф-экшен экранизации заговорили в 1997 году тогда продюсер джордан кернер вот если бы это вышло в 90-х это было бы на еще более-менее нормально я более чем уверен я кстати самое интересное хотел посмотреть вторую часть но я так и до сих пор полностью и не видел но я видел обзор мастагирующего критика и знаете слава богу что я это не видел потому что это выглядит не очень но мне очень сильно понравился анимационная полнометражка по моему если не изменять не мне память семнадцатого года если чак до него доберется я тоже не выскажу она мне понравилась письмо в бельгии выразила собаку с ним из созданий полного метра после пяти лет долгих переговоров в 2002 кернер все же выкупил права и начал работать с пароман пикчерс и никелодиум изначально планировалось что это будет не просто фильм а целый мультипликационный властелин колец пасмурфика хоть я и не шарю но знаю что этих гномиков причем с шотландцем которого не было блин даши вовсе не в комиксах не в мультсериале где-либо еще довольно обширный лор и мифология но в один прекрасный момент да кстати говоря я вот тут сейчас вспомнил обзор с индука обратите внимание на папу сморфа обратите внимание на самих смурфиков ку-кукс клан в 2008 году права выкупать когда там был не куклу кукс клана этот а я хотел сейчас еще добавить что с индук их сравнил под низку клук слона москвичем другим нацистским но тем не менее и швырять идию с фэнтези трилогий куда подальше руководство sony просто хотела повторить успех элвина и бурундуков не заморачиваясь над сюжетом нужен был фильм где живой актер да ребят вам это не показалось и крик настоящему критику кстати тоже я видел первую часть телонов и бурундуков и по-моему даже третью часть я видел до 3 части видел где они на острове то застряли 50 на 50 скажем как успех элвина и бурундуков не заморачь просто угадайте что он ест просто угадайте если вы это видели вы поймете насколько это клинжова то есть над сюжет нужен я не хочу дежурный актер будет взаимодействовать с 3d существами так и на анимацию придется меньше тратиться да и побольше михта проживом ничего не запись то идет дай мышь прекрати а найдет пирча можно запихнуть режиссером картины стала раджа гост я напоминаю что он снял один дома 3 обе части скуби-ду и дом большой мамочки сюжет банально так не надо бы ковать на дом большой мамочки это еще ничего по сомнению с тем что ты перечислил танец смурфы внезапно попадают в нью-йорк классик типичное место для всех типичных анимашек попадашек за ним по пятам следует злобный волшебник гаргамель а спастись смурфом помогает патрик уинслов рекламный агент который нервничает из-за того что ему предстоит стать отцом в итоге перед нами разворачивается комедийная мелодрама нашпигованная реклама кстати агента играет нил патрик харрис он в этом фильме супер деревянный и супер скучный так сразу и не скажешь что перед нами супер звезда ситкома как я встретил вашу маму и такое приключение смурфу в мире людей абсолютно оскорбительно потешно я вам скажу ребята ссылочка на властелин колец был в смурфиков в смурфиках когда он хотел привести стаю орлов в итоге привез стаю мух когда он там по-моему бабочку или мотылька он встретил то в тюрьме это самый настоящий плевок в душу всем фанатам старых добрых смурфов потому что тут рэп пердеж и тонны звенящий пошлости чтобы вы понимали главное особенно как я сейчас вспоминаю смурфета к сплающим или монро владей гаргамель тут сыт ведро на лично мне этого достаточно сюжет плоский предсказуем морали нет весь фильм это кислая попса наспех слепленная для коммерческой прибыли не что в этом не выдерживает критики поэтому я скажу но несмотря на то что его разнесли в пух и прах чуть ли не все критики эта картина собирает очень много денег почти полмиллиарда долларов при бюджете в 110 миллионов на тот момент он стал самым кассовым для студии sony pictures animation я в принципе не удивлен это только начало после такого циничного надругательства над смурфом судя по всему студию загрызла совесть они решили сделать максимально теплый и добрый мультфильм правда это была не столько их заслуга сколько англичан ну-ка секретная служба сант-клаус это я его хотел под новый год посмотреть но так и не смог попробую в этом году его посмотреть все-таки 10 лет первый совместный проект sony с армана не 10 лет уже тогда уже получается 11 2022 как вы помните dreamworks отказались сотрудничать с пластилиновыми англичанами после сомнительного и очень неприбыльного проката мультфильма смывайся на зря арманы в этом деле мастера спустя несколько лет скитании англичане нашли себе приют у sony pictures animation правда очень недолгий работать они начали над рождественской си джи ай комедии да на этот раз все обошлось без пластилина но зато фильм порадовал отличным английским кастом от джеймса маковой отдох юлори с бюджетом 100 миллионов долларов производство началось 2007 году сначала арман 18 месяцев разрабатывали сюжет и дизайн в англии а потом переехали в сша где вместе с sony также 18 месяцев карпелина дониматься сюжет вышел довольно интересно в основе него лежит идея что санта клаус это не один конкретный человек а титул который передается из поколения поколения в одной семье пока санта работает на благо рождества его старший сын стив мечтает занять отцовское место младший же артур скромно продолжает отвечать на письмо его никто не воспринимать всерьез пока у артура не появляется возможность проявить себя и доставить подарок девочки которые из-за ошибки ничего не получил мультфильме получается отличный конфликт поколений завернутый в упаковку рождественской комедии о санте клаусе но вместе с этим фильм остается очень добрым потому что в нем нет ни злодеев ни плохих изначально предполагалось что это будет сказочный рождественский блокбастер от англичан но особо чуда не случилось потому что визуально мультфильм мало кого смог привлечь даже меня держать нормально очень странно весьма невыразительные дизайны и супер маленькие глаза особенно у эльфов по идее они должны были умилять но они вышли очень невыразительными местами даже для эльфов это нормально потому что до этого у артман никогда не было проблемы с дизайном но если вы переборите свое чувство прекрасного и постарайтесь заглянуть за все это визуальное непотребство то обнаружите очень ламповый и праздничный фильм по ходу просмотра замкнул прям пронизан стилем если не заботу режиссера того же эдгара райт эльфы в роли спецагентов это очень смешно они работают профессионально быстро и забавно в общем англичане как обычно на высоте новогодний сплинтерсел почему собственно и нет внезапная ес но вы слабая обертка дала себе знать всего лишь 147 миллионов сборов против 100 миллионов бюджет как случае само дом монстром не до недооценили даже несмотря на лесные отзывы критиков мульт все же провалился сони тут же напряглись ведь прокату готовим следующий проект студии арман андрей этот опять андрей этот ей богу серьезно то что у меня с мышкой я хз почему моя кресятина так плохо работает серьезно пираты банда неудачников после не понравился штурма в студии арман джим кэмпбелл положил на стол книгу гидона дефо пираты банда неудачник режиссер пластилиновые пираты крипского моря почему бы собственно нет повторюсь мне понравился питер лорд взял эту книгу в руки пролистал заржал в голос и все закрутилось при производстве мультфильмов вместо пластилина использовалась технология rapid prototype детали лицевой анимации печатались на специальных 3d принтерах и раскрашивались вручную при этом широко использовалась компьютерная графика чтобы дополнить сцены с визуальными эффектами в этот раз уже снимались зелеными экранами но учитывая безумное количество экшена мы это прощаем такая система сделала фильм очень быстрым в изготовлении но не думайте что его сделали легко играешь была проделана титаническая работа над проектом работала 525 человек включая 33 аниматора сами съемки велись четырех павильонах финальный вариант корабля собирали вручную в нем было сорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять самостоятельных элементов модель весила 349 килограмм и было в 4 метра в длину и четыре с половиной метра в высоту над фильмом работало 70 кукольников которые создали аж двести пятьдесят кукол так что англичане действительно заморочив сценарий мультфильма написал сам писатель книги и поэтому сюжет вышел каноничным и шикарнейший 1837 год главный герой пиратский капитан возглавляет дружную шайку пиратов не дать он они пытаются грабить корабли но ведь так и не скажешь что это не пластилин реально ты смотришь на этой это пластилин чего толком не выходит чтобы доказать это раз не подают заявку на участие в конкурсе пират года где побеждает тот кто больше наградит но герой сразу приступать делу и берет на абордаж корабль чарльза дарвина из чего и начинаются все приключения одна из сильнейших сторон фильма это безусловно юношу да есть такое каждый сцене меня очки есть например ироничен образ самого пиратского капитана он галантный джентльмен остальная команда пиратов милейшие поймальчики а с обезьянки дворецкого дарвина я чуть слюной не подавился от смех сумасшедшим и кровожадным антагонистом является сама королева виктория и что еще цепляет тут есть сильная мораль она заключается в том что любые награды меркнут по сравнению с реальными заслугами ведь даже фильмы мы любим не за количество их наград за пазухой и это очень хороший лейтмотив я разумеется скажу данному произведению с стоит понимать что сам мульт это заслуга английских к но титанический я его не успел занимаешь ту я по моему видел всего один раз и после этого больше не пересматривал им тут только помогла своим бюджетом и мощно мне одного раза было достаточно чтобы это мне все понравилось но справедливости ради стоит упомянуть что с маркетингом тут снова провал бюджет значительно урезали до 50 миллионов поэтому из-за недостаточной рекламы мульт собрал всего 102 опять недооценили что ж такое разорвали контракт с ардман и последний ушли свободное плавание но для sony это был еще один повод напрячься потому что цветов у них так и не было на одних смурфах далеко не уедешь именно поэтому нужно было придумать что-то бомбезное оригинальное не тех зрителей нашли лада удача ему улыбнулась ну-ка монстры на каникулах идеи фильмы и перед мне понравилась первая часть мне понравилась вторая часть третья часть мне понравилась но не очень то есть 50 на 50 4 пока не видел потому что напомню пока даже не вышло в начальный сценарий создал комедийный автор тот даро на основе своей же одноименной книги именно он отнес его в sony pictures но тот даже не представлял через какой производственный от придется пройти фильм за шесть лет он сменил шесть режиссеров и в итоге 2006 года к 2011 генди тортаковский создатель лаборатории декстера и самурая джека стал шестым и праймала и окончательным режиссер генди показал себя очень талантливым постановщиком которому удалось перенести основу 2d фильма в 3d как говорил он сам я не хочу делать анимацию имитирующую реальность я хочу подвинуть саму реальность режиссер хотел в этом фильме сделать свой собственный стиль что у него и получилось мульт вышел очень сочным и красочным несмотря на общую мрачную тематику при этом удалось сделать так что готическая атмосфера загадочной трансильвании стала уютной и домашней ты из проникаешься душой каждому из героев ты видишь что они не просто на штампованный однотипный я жить кстати недавно ведь начал коллекционировать эти скрипыши с ними вот магнита и персонажи у каждого из них своя история и свой характер лично я кайфую от волка по сути весь мультфильм войны чай смесь семейки адамс байками склеп есть такой кстати в дракула для себя и своей дочке построил скрытый от посторонних глаз отель куда приезжают монстры со всего света чтобы отдохнуть от суеты заботы конечно же людей но в один момент на территорию отеля случайно попадает типичный тупой американский турист в основе истории лишь которого звучит пушной ведь извечный конфликт отцов и детей до дочь полюбила смертного рыжего дурака до отец не может его принять лишь пока отвлекаться на телефоны параллельно слушал я вот сейчас вот подумал а упомянул ли чак что так он упомянул что адам сэндлер потому что похож очень сильно на него но конфликта отличный и актуальный на все времена когда родители не принимают любовный интерес своих детей в силу возраста религии цвета кожи до чего угодно причем фильм несет отличный посыл что монстры тоже люди а люди монстры это невольно заставляет задуматься над тем что человек порой может быть чаще всего как раз таки то что люди монстры намного страшнее самого кровожадного чудовища мультфильм отлично играет с визуальной комедии здесь великолепный юмор крутейшая музыка и чувствуется рука мастера я скажу монстр на каникулах и с и неудивительно что сони на ламповая атмосфера была когда это сделали оригинальный бум игрушки стали продаваться с дикой отдачи сразу последовали сиквелы игры парки развлечений и многое другое при бюджете 85 игла не походил в фильм собирать 358 а с продажи на видео и мерча произошел фурор который открыл sony pictures animation второе дыхание но это уже совсем другая история и об этом мы поговорим следующий раз ну кей что же нам ждать в продолжении в 2013 году вышли вторые смурфики от которых критики и зрители приводил еще больше чем от первых зачем сони это сделала во славу сатане и легкой прибыли затем последовала вторая часть фрикаделек они вторая часть фрикаделек она мне понравилась но не уровень первой части то есть злоте злоте конечно прикольный интересный сюжет тоже но некоторые проекты были и вовсе сногсшибательные как например человек-паук через селенный который произошел все ожидать просто просто one love ей богу визуализация в этом мультике просто это просто пушка ей богу 300 миллионов оскар золотой глобус и бафта но заслужен еще надо даже забавно что начиналось студии как супер коммерческий проект и терпела раз за разом финансовые провалы от того интересно будет поподробнее посмотреть что же нас будет ждать в ближайшее время хочу посмотреть мечелы против машин потому что его очень все любят но я не видел дальше но увы работы сейчас крайне много а времени мало именно поэтому эпопею а sony pictures animation придется разбить на несколько частей уж пожалуйста не обижайтесь и давайте жить нормально все мы уже прошли тот период когда ты разделяешь на несколько частей дисней например имеется ввиду там него 7 или 8 частей обзоры на все проекты титаническая работа я вам так скажу в общем надо ближайшее время посмотреть ничего против машин и подумаю насчет обзора хотя почему-то мне кажется что я его не сделаю посмотрим как получится этом все